Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер, в эфире «Взгляд». Мы продолжаем подводить итоги сезона. Вы знаете, для меня одна из самых больших неожиданностей прошлого сезона – это просто взрыв писем и звонков по поводу наркотиков. Конечно, я понимал, что эта проблема существует, но что ее масштабы такие, я представить себе не мог никогда. Мое ощущение, что сегодня это самая главная проблема в нашей стране. А все началось с того, что одна наша сотрудница попросила узнать для ее подруги, у которой дочь наркоманка, попросила узнать, куда в таких случаях обращаться. Мы начали наводить справки и в итоге нашли один реабилитационный центр, куда устроили эту девочку. Мы рассказали об этом в эфире и вот тут все началось. Чтобы сразу было понятно, 2000 звонков в одну маленькую вечернюю телепередачу, всего за несколько месяцев. Вот так мы это увидели и так нам открылась эта бездна. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Собчак, он в одном из своих выступлений сказал, что в Санкт-Петербурге полторы тысячи наркоманов, значит, и то большинство из них – это ветераны афганской войны. На самом деле статистика немножко иная. Такая очень, ну, как бы авторитетная группа наркологов занималась этим, и они собрали статистику по самым скромным подсчетам около 300 тысяч наркоманов, которые зависят от тяжелых наркотиков. И около 600 тысяч, значит, людей, которые попробовали так или иначе соприкасались с наркотиками. В центр обратились за помощью около 400 человек за эти три года. Прошли реабилитацию около 80 человек. 60-65 человек сегодня живут нормальной жизнью, чисто без наркотиков, и у них все нормально. Отсюда хорошо виден правобережный рынок здесь, в Санкт-Петербурге. Здесь долгие годы, значит, продаются и покупаются наркотики. Вот, и очень много молодежи живет вот в подвалах этих домов, которые окружают этот рынок. И если представить, что вот эти коробки можно поднять, то можно увидеть просто ужасную картину. Сегодня мне исполнилось 23 года. Я сейчас пойду и куплю себе шоколадку. Это ты отмечаешь его так? А что нет? А в прошлом году где ты отмечал денежный день? С семьей? У меня же с женой ребенок есть. Нет. Я не слышала. Сними, сними, дай сюда. Лешка, ты же встал сюда. У тебя дистрофия, брат. Ужас, дистрофия. Дистрофия. Дай Бог, дайте мне полгода прожить. А дальше что полгода? А потом, если только все. Что? Ворог. В ящик? Да, только что будет. Если я не закончу с такой жизнью. Слушайте, как скелеты. Так, ну а, остановись, мать. Ну что, поедешь, Санатаринер? Поехаю. Потерпи, не может. Сейчас, надо посетить, потому что легкие, если я начну тебя что-то с сроками, это будет трудно. Человек пять умерло, да? Раз в месяц, а то и чаще, Сергей Мативосян вместе с друзьями объезжает подвалы на улице Дыбенко, знаменитый навес Питера, тем, что здесь в любое время суток можно купить наркотики. Вытаскивают тех, кто сам уйти отсюда уже не в состоянии, кого уговорами, а кого и почти насильно. Мы отправились вместе с Сергеем в один из подвалов, чтобы забрать Женьку, с которым вроде бы договорились накануне. Ну, блин, знай, пожалуйста, серьезно. Ты что, вообще меня за идиот, а что делаешь? Слушай, ты что меня за это? Нет. Чего нет? Нет. Мы сейчас о чем с тобой договорились? Ты что, дурак? Врач уже ждет. Ты что, милый мой? Нет, я не поеду. Как ты не поедешь? Так, я не поеду. Ты что, с дуба рухнулся уже? Короче, слушай меня. Я сейчас ухожу. И потом ты будешь себя по башке бить. Понял, да? Когда ты будешь умирать здесь, понимаешь? Понял. И будешь говорить, я дурак, понимаешь? И все остальные тебе подтвердят, что ты такой есть. Ты понял меня? Да. Ну что, Леня? Чего? Ты будешь его охранить или кто? Блин, я... Я-то как раз его предупреждал, что я спрошу, я его хранить не буду. Леша, пойдем, запишешь телефон, короче. Если что, позвоните. Позвоните. По разным оценкам нас сейчас смотрят от одного до четырех миллионов наркоманов или их близких. Если ошибка в цифре, то я буду очень рад. Центр в Априлевке революционный, про который мы рассказывали, куда мы устраивали дочь, подруги нашей сотрудницы, может принять в год максимум 300 человек. И большинству, абсолютному большинству тех, кто звонил и умолял назвать адрес, лечение там недоступно, очень дорого. Мы стали искать дальше. И несколько раз объявляли в эфире, если вы знаете такие места, где это лечится, скажите, пожалуйста. За год нашлось всего несколько таких мест. Как правило, это своеобразные коммуны, где люди живут такой отдельной жизнью. Они сознательно изолируют себя от внешнего мира. Они спасаются тяжелой физической работой, молитвой и пытаются научиться жить без наркотиков. Некоторым это удается. В одном месте нам назвали цифру 18 человек, специалисты называют это состоянием стойкой ремиссии. В другом 50, в третьем 15. Очень понятно, что сколько ни считая, это капля в море. Всех поднять невозможно. Это совершенно крошечные маленькие вот эти коммуны, которые борются с массовой эпидемией наркотиков и безразличием общества. И в основе стоят люди. Один конкретный человек, который поставил себе задачу сделать это. Человек с сильным духом. Каждая такая коммуна абсолютно уникальна. И соответствует просто тому вот лидеру, человеку, который ее строит. Ну да, одного из таких людей вы только что видели. Это Сергей Матевосян. Ему 33 года, он бывший бизнесмен. И несколько лет назад он решил, что живет неправильно. Он прибился к протестантской общине. А потом однажды к ним пришла девочка и сказала, что в подвале соседнего дома живут наркоманы. И так возникла коммуна «Новая жизнь» под Питером. Сегодня мы расскажем, как это работает. Для того, чтобы люди, которые будут нам завтра звонить, и сегодня, и сейчас начнут звонить, чтобы они знали, на что они идут. А главное для того, чтобы это увидели другие люди, которые, может быть, захотят сделать что-то подобное. И, может быть, смогут построить что-то такое. И вся надежда, конечно, на них. Только на этих людей. Значит, ребят, давайте сейчас, значит, встаньте те, кто приехал сюда в центр, посмотрев программу «Взгляд» или «Сделай шаг». И мы коротко вас спросим. Встаньте, пожалуйста. Меня зовут Оксана. Я приехала из Москвы. Я посмотрела программу «Сделай шаг» и написала письмо Ольге. Потом мне позвонили и разрешили сюда приехать. Я хотела этого сама. И я думаю, что я останусь здесь. Меня зовут Анатолий. Мне 25 лет. Впервые попробовал наркотик, когда мне было 15. Приехал сюда избавиться от этой зависимости. Увидел также программу «Взгляд», а потом подробно узнал все в церкви. И знал о Черкасске. А на тебя смотри. Ладно. Чтобы не страшно. Ладно. Меня зовут Надя. Я приехала из Ташка. Сижу на Игле 6 лет. О центре узнала из программы «Взгляд». Меня зовут Владимир. Я приехал со Свердловской области, с города Полевского. О центре узнала из программы «Взгляд» в зависимости 4 года. Бросайте, ребята, это реально. Почти всех, кто появился в новой жизни после нашей программы, привезли родители. Практически силком. Редкий наркоман способен отвечать за себя. Впрочем, бывают исключения. Дима, еще неделю назад обитавший в подвале на все той же улице Дыбенко, нашел Мотивасяна сам. Получилось так, что он приехал за парнишкой и хотел его забрать, но он от него бегал. И я просто упросил его, чтобы он меня забрал, потому что мне эта жизнь просто надоела. Сколько времени ты прожил в подвалах на Дыбенко? Вообще 3,5 года. Дима – единственный обитатель новой жизни, которому официально разрешено не работать. У него на ногах флегмоны, последствия внутримышечных уколов наркотика. Остальные же каждый день ровно в 9.30 без оглядки на погоду и настроение приступают к трудам. Мама, зачем я кололся? Серьезно, ты там это глубоко не вставляешь мне. Центр пытается кормить себя сам, печь хлеб, выращивать обычный картофель и не слишком обычные для севера баклажаны. Первые пару недель наркоманы буквально воротят от еды, он думает о другом. Затем приходит зверский аппетит, и поварам приходится следить лишь за тем, чтобы пища была не только обильной, но и оптимальной. Знаешь, соли многовато, потому что печенка у ребят больная, поменьше соли в следующий раз, поэтому надо чистить картошку, и ой, свекла сюда. Три года назад две протестантские общины в складчину купили комплекс зданий районной психбольницы. Тогда, когда новая жизнь только начиналась, сюда приехали пять человек, четверо наркоманов и мотивосян. Сегодня их около ста. В центр действительно приезжают и такси, в последнее время особенные, поэтому новая жизнь расширяется. Выкупили базу ПВО, уже 12 лет пустующую, начали отстраиваться. В последнее время, однако, в основном озабочены битвами с военными, которые пытаются вернуть базу. Заповедные места, весьма подходящие для дачного строительства. Впрочем, любые конфликты – занятие для руководителей. Реабилитанты должны со всеми дружить. Такие здесь правила. Правила жесткие и, на первый взгляд, не очень понятные. Например, тщательно проверяются письма. Неосторожное слово любимого человека или просто друга может сколыхнуть в наркоманской душе такую бурю, что с ней можно и не совладать. Другое дело – мама. Понятно, нельзя выпивать и курить. Также категорически нельзя лгать и отлынивать от работы. Строго ограничено общение с противоположным полом. Например, эта вот сцена выглядит по здешним меркам совершенно недопустимо. И, заметивший нечто подобное служитель, обязан принять меры. Сиди вместе, короче, сегодня ночью. Давайте. Им не надо давать таблетку, чтобы «на, вот съешь и тебе полегчай». Им надо отдать себя, чтобы их подтягивать постоянно. И для них придется жертвовать. А уж жертвовать ни месяца, ни два, а придется всей жизнью. Я смотрю на свою жену, она очень рада нашему ребенку. Она никогда не могла поверить, что у нее будет ребенок. Потому что мама с папой ее уже похоронили. Последний раз, когда они ее забирали, и это так у всех наркоманов, первые три года родители их лечат. В остальное время уже говорят, доколись и не трать нам нервы, короче, просто умри. Так это было у многих, так это было у нее. Сейчас она стоит вон там спокойно нянчится с ребенком, она очень радостная. Даст Бог, мы ждем второго. Служители – это тоже бывшие наркоманы, которые не только проявили себя с самой положительной стороны, но и решили остаться в центре навсегда. За три года в новой жизни собрали 11 свадеб. Тихо. Дети. У кого вследствие передозировки была клиническая смерть когда-нибудь? Выше поднимите. Сейчас поднимите. Поднимите. Кто сидел в тюрьме из-за наркотиков? Кто для того, чтобы достать деньги на употребление наркотиков, воровал? Три, четыре. Прошлое еще очень близко. Возможно, поэтому здесь так любят разнообразный спорт, как способ не замкнуться в себе. Впрочем, некоторым в новой жизни это уже не грозит. Сейчас, ты знаешь, ответ на вопрос, что будет с тобой? Да, конечно. Ну, со мной будет все отлично, я буду жить и буду жить вечно. В революционный центр «Новая жизнь», вот, то, что вы сейчас видели, мы поставили наших лучших людей, Алексея Косульникова и Александра Кравченко. Вы можете задавать им вопросы по нашему обычному телефону 217-9759. У тебя какие-либо впечатления были? На самом деле, очень сложные впечатления, потому что действительно видишь очень разных людей, при этом очень жизнерадостных людей. И при этом понимаешь, что еще сравнительно недавно, причем кто год назад, а кто буквально две недели назад, был абсолютно за гранью добра и зла. За гранью, которую вот нам, людям с нормальной шпардной физиологией, понять трудно и испытать трудно. И при этом людьми с абсолютно траченной нравственностью. Потому что каждый наркоман – вор и подлец. Это по определению. Но в любом случае, извини, пожалуйста, Саша, в любом случае, каждый из этих людей вызывает уважение уже хотя бы потому, что он здесь. Уже хотя бы потому, что хотя бы вот этот шаг он уже сделал. Этих людей почувствовать можно, можно понять, что с ними было. Потому что, не знаю, как у Алексея, у меня было практически физиологическое ощущение ломки, когда вместе со мной просто привезли свежего новичка. Я просто наблюдал за ним, как он себя чувствует, как он там начинает внедряться в эту новую жизнь. Я на самом деле тоже хотел поделиться этим таким почти интимным переживанием. Я решил почувствовать, как это, как себя настроил. У меня начала отниматься левая рука, у меня засвербело вот на себе не показывай в известном месте. Вот. Меня начало коррежить со страшной силой. Я начал потеть. Вот. И таким образом, как мне кажется, я заработал какой-то дополнительный иммунитет к этому. Потому что я почувствовал, насколько это страшно, насколько безнадежно чувствует себя человек, насколько он действительно готов отдать все ради каких-то капель. А вот интересно, кто эти люди, да, которые разными жизнями, в общем-то, жили. По похожей жизни. Ну, все равно разные. Не всех же из подвала вы. Всегда. Ну, кого-то, наверное, семьи даже были. Или кого-то привезли, жены, родители. Или вот таких немного людей. Достаточно много. На самом деле, по словам того же Мотивосяна, наркотики вещаются абсолютно спонтанно и выкашивают людей из совершенно разных слоев. Как бы ни социальные условия, ни материальный достаток, ни интеллект не являются критерием в данном случае. В стихах обвиняет одно, что когда-то им стало скучно, когда-то им этот мир очень сильно надоел. И они в этом своем стремлении радоваться жизни вместе с наркотиками ушли очень далеко. А много туда попадают вот так, как мы видели, и многие ли приходят сами? Есть люди, которые приходят пешком, причем был человек, который после взгляда пришел пешком из города Киева. Есть люди, которых привезли в невозможном состоянии родители, чуть ли не связанными там на заднем сидении автомобиля. Всякое бывает, но я на более таких земных вещах хотел. В любом месте достаточно появиться одному наркоману, как вокруг него тут же появляется пять людей, которым это интересно. Поэтому есть маленькие городки в Тюменской области, в Алтайском крае, колоссальные совершенно проблемы, в Свердловской области, где крохотные почти села, крохотные какие-то вот такие образования вдруг взрывообразно садятся на иглу, хором. Потому что, конечно, все от общей какой-то бессмысленности. Неважно, в потолок ты плюешь или при этом на тракторе землю пашешь. Если ты обрел какой-то смысл, если ты его нашел, значит, скорее всего, ты без этого обойдешься. Кроме коммунами, как можно с этим вообще? Не бояться признаваться себе в том, что с тобой происходит, прежде всего. Самое главное – разобраться со своей головой. Там звучали цифры. Сергей Матевосян признавал, что обращалось 400 человек, а сейчас не употребляют 50. 60. 60. Это высокий показатель, да? Это колоссальный показатель из 80, прошедших полный курс. При этом, надо сказать, что оставшиеся 15 в полной беде. Частично же умерли. Потому что 5 человек умерло, прочие в таком почти безнадежном состоянии. Да, любая статистика, она очень условная. И эта статистика действительно очень условная, потому что надо иметь в виду, что до сего момента большинство технокоманд, которые прошли курс, они питерские. И, соответственно, они остаются в Питере, они остаются в церкви вот этой протестантской. Они продолжают ходить на собрания, продолжают общаться между собой и как-то друг друга держат. А вот сейчас пойдет волна людей, в том числе и после нашей программы, которые начнут разъезжаться по домам, и там оказываются просто один на один. Со всем тем, из чего они сбежали. И вот это как раз самое страшное. Надежда есть на тех людей, которые уже разъехались. Около шести человек сейчас от Таллина до, по-моему, Волгограда. Начинают организовывать нечто подобное новой жизни по той же самой схеме. Может быть, с меньшим уклоном в протестантизм, но, тем не менее, схема та же. Ну, тем не менее, наверное, самая убедительная и полезная информация, это просто рассказывать о людях, у которых, тем не менее, получается все-таки. Да, и это убедительные цифры часто бывают. Вот вы рассказывали про бизнесмена Сашу. Ну, давайте посмотрим, что говорит Саша. Это наша корова Марта. Я здесь третий раз уже в этом центре. И мне доверили животноводческий комплекс. Состоящий из одной коровы? Да, состоящий из одной коровы. Были козы, но их сейчас нет. Вот корова. То есть занимаемся, доем, чистим, убираем, кормим. А мы корову даем молоко? Корова дает нам сейчас до 25 литров молока. Мне 41 год будет через 2 месяца. То есть познакомился с наркотиками вообще в 78-м году, а так активно стал их употреблять с Олимпиады, с 80-го года. Ну и как бы это времена застоя еще были. В принципе, работать-то было обязательно. Это и сейчас молодежь может как-то не работать. Там уже много чем приходилось заниматься. И таким полулегальным. Пробки для водочных бутылок, разлив водки. Постоянно надо было колоться, надо было содержать семью. У меня жена, дочка. То есть сейчас у дочери уже почти 18 лет. Первый раз сюда, в реабилитационный центр, я приехал в прошлом году, в 97-м. Летом, в августе месяце, приехал на своем еще автомобиле. Значит, я первый раз пробыл здесь 2 недели. Отпросился под предлогом того, что мне надо решить домашние проблемы. Ну, надуманные. Уехал, соответственно, сразу укололся, быстро понял, что зря это все сделал. Вернулся через месяц. То есть здесь мне веручие объяснили, что если ты доверился Господу, то Он устроит жизнь и близких твоих. И действительно, я со временем узнал, а сейчас я знаю, что вдруг откуда ни возьмись, получилось так, что жене предложили неплохую работу. То есть просто я убежден в этом. Я знаю теперь уже точно, что это никакими деньгами не оценивается. То есть все то, что я здесь чувствую, то есть общаюсь с братьями. Я не знаю, может, это от того, что здесь вокруг все такие, как я, наркоманы. Хотя сомневаюсь, думаю, не поэтому. Но мне очень спокойно. То есть мне спокойно и радостно. И минус ровно один. Да, минус здесь, в принципе, только один. Это мне надо вставать 5 часов, доить корову. Комбикорнику ей. То есть помимо сена, зеленой травы, 3 раза в день, точнее 2 раза в день она у нас получает комбикорма и 1 раз корнеплоды. Все делаем по науке, по книге. Ко мне приезжала жена 2 недели назад. Увидела, ну а я ей как бы писал о том, что я занимаюсь коровой. Она приехала, увидела это своими глазами и вот буквально на днях прислала мне литературу коровью. Братья уже достали, каждый практически по несколько раз в день спрашивает, а сколько корова дает молока. Каждый, правда, считает своим долгом поинтересоваться. Гаяна принесла первые телефонные вопросы. Спрашивает, например, был ли сам Мотивосян основатель коммуны наркоманом. Можно ли? Нет. Спрашивает, обязательно ли нужно молиться и работать, а если я не ведущий? Молиться как раз не обязательно, а работать, тогда что же делать там? Ну тогда и молиться. Молиться, ну, можно просто вместе со всеми подождать, пока не будет разрешения принимать пич. Просто поставить в сторону. Да, и при этом обязательно, конечно, участвовать в собраниях. Можно, естественно, сидеть в уголочке и ничего не говорить. Но внимательно слушать беседу, естественно, на всякие теологические темы. Можно ли прийти вместе с девушкой, если семейные пары? Ну, вроде бы нет, да? Собеседование с Сергеем Мотивосяном только в таком случае это возможно. Ну, с девушкой точно нельзя прийти. А почему секс такая проблема? Ну как? Человек изолируется от мирских эмоций. Потому что любая эмоция... В состоянии пошатнуть твоё. Да, в состоянии пошатнуть твоё нынешнее очень хрупкое равновесие. Вот, поэтому не приветствуются не только там какие-то вспыхивающие отношения, но даже неосторожные взгляды. Там совершенно чётко даётся установка на то, что ты пришёл, и сейчас ты пока ещё не человек. Многие не в состоянии попрощаться с собой человека? Многие не выдерживают, уходят? Многие. Ну, вот изначально в центр обратилось около 400 человек. Многие из них даже не осмелились на собеседование с Мотивосяном. То есть всё кончилось с телефонным звонком. Он жёстко говорит, да? Достаточно жёстко, и, честно говоря, иногда это не вполне... Ну, он грузит, конечно, по страшной силе. Но у него выхода другого нет. Вот этот разговор в подвале, который он в самом начале видел. Он просто совершенно определённо должен пробить дырочку в мозгах. Ну, это как профессиональные врачи на скорой помощи, знаешь, они не церемонятся. Или хороший инвестиционер. Да, да, да. Заставить думать, скорее, не пробить. Извините, а когда наступает тот момент, когда человеку возвращают возможность говорить о себе как о человеке? Ему говорят, что 6 месяцев, которые ты здесь должен провести, ты не человек, ты наркоман. При этом, если ты хочешь стать человеком, давай, в любой момент, если ты уверен, что ты станешь, давай, договорились, всё, через неделю отдаём тебе вещи, деньги, с которыми ты приехал. Кстати, некоторые приезжают специально без денег, чтобы у них не было такого шанса. Вот, документы, и давай, вали, никто никого силком не держит. Человек интересуется, были ли здесь вот такие срывы какие-то массовые? Массовых не было. А единичные чуть не каждый день. И мотивация на вот эти молодые люди, которые называются служители, собственно, их главная работа – это постоянно держать в тонусе всю вот эту массу очень сложных людей. 90 очень сложных людей. Будет здорово, на самом деле. Вот, и всё время за ними следить, всё время их держать, вот так, на кончиках паться, очень непростая такая задача. Но у вас есть плёночка, да? Да, что есть. Давайте посмотрим. Ну, арест такой, это не тюрьма, ничего, мы просто его закрыли с парнем, он сейчас вот здесь вот в овощехранилище у нас, значит, сидит, но сейчас вы его увидите. Ну, и, значит, были некоторые инциденты, за которые мы наказывали, вот так, по-отцовски, можно сказать. Данилу из Барнаула держат в заперти в погребе, потому что об этом попросили у него мама. Две недели назад Данила сбежал и сорвал ей сложнейшую операцию, к которой она долго готовилась. Банки не стыдно есть, понимаешь? А, Дим? Ну, ты будь взрослым мужиком, ты чё ты как пацан? Да не пацан. Давай, давай, я тебе говорю. Да не пацан. Ну, я просто хотел сделать матери приятное. Ну, и приехал сюда. Мне как-то показалось, что настолько, как бы, нудным, а я уехал потом отсюда. Допустим, когда не наколотый, ты злой, раздраженный, всё тебя бесит, всё раздражает. Когда вмазанный, то чувствуешь себя хорошо. Когда не это, не вмазанный, просто ничего этого нет. Кажется, как будто вообще мира нет. Ну, просто Сергей не хочет меня отпускать, потому что, если я уеду, то ничего хорошего не будет. Просто я мать доведу до конца, наверное. На следующий день Данилу всё-таки выпустили из подвала, потому что он пообещал пробыть в новой жизни хотя бы шесть месяцев. Нельзя пить водку, колоться и быть счастливым. Нельзя. Это, понимаешь, это противозаконно. Такого, понимаешь, такого не может быть. Под небесами такого не бывает. Толик из Кингисепа и его друг Толик Ростовский вчера пропили деньги, выделенные на бензин. Одного даже пришлось изолировать до утра, чтобы не смущал братьев. Я вас приветствую, мой генерал. Толян, ну что? Подъём, браток, оставай. Братку, подъём, делай. Весь интервью брать. Толян, представляешь себе, не успел ты нажраться, понимаешь, уже телевидение не приехало, и ты прославишься за весь мир, понимаешь. Такого надену. Ну и что, Толян, что будем делать? Домой, Ту-Ту? Ну, почему? Не скучал меня. Я думаю, все равно можно просить. Такая вот печальная картина, понимаешь, ты парень такой здоровый, понимаешь, 150 килограмм весишь, понимаешь, и ты, и такая маленькая штучка тебя завалила просто, понимаешь? Ну, да и шансы не справиться. Последний. Сколько у тебя залётов до этого было? Таких, серьёзных. Не было ни одного залёта, это первое. А если ты хочешь остаться? Хорошо. Остаётся. Тушь! Значит, идите голову, окуньте в воду, вот, чтобы с вас это побыстрее вышло. Разденься, жарко на улице. И давайте опять на свои места. Через 40 минут оба Толика снова заняли свои места на грядках. Вот только что позвонил молодой человек, когда мы смотрели сюжет, и спрашивает, если тебя заперли в подвале на сутки, где гарантия, что тебя там не продержат, не геют? Что ответили? Его там не на сутки заперли, его там больше держали, этого Данилу, молоденького. Но это действительно уникальный случай. Ему 15 лет. Мать тяжело больна. Да нет, они надо оправдываться. То есть, если у нас этого человека волнует проблема, что его запрут на сутки, и на чаше весов взвешивается человеческая жизнь, не надо ехать туда. Это же всё добровольно. В прошлый раз он к ней приехал, запрал у неё все деньги, отложенные на операцию, и все, значит, в известном направлении запустили. Об этом и речь. Что, неделю там был, да? Да, примерно. Ощущение дискомфорта возникает? Ощущение того, что ты не можешь себя идентифицировать никак поначалу. То есть, ты являешься источником новой информации, потому что все люди достаточно молодые, и находиться в замкнутом пространстве достаточно сложно, поэтому любой вновь прибывший является просто источником свежей информации. И я, на самом деле, однажды допустил там оплошность. Я подарил кассету «Битлз» человеку, который жил на базе ПВО. Эта база находится очень далеко. Туда посылают как раз тех, кто наиболее неустойчив ещё. Вот. И вот в этот раз, когда я приехал, я узнал, что тот парень сбежал через несколько дней после того, как мы с ним общались. Я не думаю, что это так напрямую связано, конечно, с моим приездом, но вот эту кассетку «Битлз», которую я подарил, я, честно говоря, вспоминаю со стыдом, потому что любое вмешательство извне, оно способно дезориентировать человека, как-то спровоцировать его на нехорошие поступки. Ещё вопрос. Помогает ли кто-нибудь этой коммуне, на что они вообще живут? Помогают очень много. И иногда приезжают жизнерадостные финны на роскошных двухэтажных автобусах и вносят оттуда всякие каши, поварёшки, никелированные грабли, которые произвели фурор просто среди женщин, занимающихся огородами. И тогда служители выходят и размышляют, что если продать этот автобус, можно построить ещё четыре центра. Давайте пока прервёмся на рекламу автобусов. Мы продолжаем «Взгляд». Сегодня он про новую жизнь, коммуна для наркоманов под Питером. Надеемся, что после сегодняшнего эфира появится хотя бы ещё одна, а может быть, две таких коммуны. Поэтому мы подробно отвечаем на все вопросы. Вопрос. Принимают ли действующих наркоманов? Или надо где-нибудь переломаться до того, как приехать в новую жизнь? Не обязательно приехать с переломанным, но обязательно прекратить принимать наркотики с того момента, как ты перешагнёшь порог новой жизни. Как официально зарегистрировать такую общину? Есть желание и дом в деревне в Владимирской области. Хочу попробовать. Достаточно этого. Ну, они зарегистрированы как общественная организация, как фонд, на самом деле. Я думаю, что на самом деле такая община в особой формальной регистрации и не нуждается. То есть какая-то форма собственности должна быть, какой-то счёт, но совершенно не важно, какой, где и почему. Потому что, по сути, это не медицинская деятельность. Это просто совместная жизнь. Да, это просто жизнь. Ещё вопрос. Признают ли в новой жизни другие методы лечения, как относятся к системе 12 шагов? Признают. Относятся. А что это за система? Система 12 шагов – это система анонимных алкоголиков и наркоманов, которые действуют во всём мире. То есть, 12 шагов, которые нужно сделать, чтобы лечиться? Понятно. Ещё спрашивают. Вообще много-много таких критических звонков много людей не верят. Интересно узнать… А наркоманы не верят? Я не знаю. Они же не говорят, кто они. Наркоманы, я думаю, верят, потому что они это чувствуют как раз. Они видят друг друга. Издалека они это чувствуют очень хорошо. Я думаю, что интересно было бы многим узнать, что произошло за то время, когда ты там, Саша, был. Что там происходило в эти дни? События, на самом деле, которые как-то всех… Которые становятся достоянием психологии очень-очень мало. Например, заползла змея в гараж, и там была устроена целая охота за ней. Да, сафари показали. Это такой хороший повод для того, чтобы отложить дела и как-то порынуться. Вы рассказывали про Женю. Женя, да. Вот этот парень, который был в подвале на улице Дебенко, начался подогревом. Который не хотел идти к врачу. Который не хотел идти к врачу, потому что у него было там некоторое количество ханки. И он ни о чём другом думать не мог. Вот пока мы были в центре, значит, ребята всё-таки вытащили. Всё-таки привезли. Да, всё-таки привезли. И мы его снимали, уже вернувшись из центра, в приюте, который принадлежит той же самой общине, где его уже отмыли и минимально причесали. А руку вылечили? Ну нет. Ему ещё предстоит, бог знает что, в больнице, и неизвестно, что будет с рукой. Ещё звонок. Не веришь, что таких опустившихся людей из подвала, как вы показывали вначале, можно вылечить? Ну, может, на это может ответить Лена Слаева, да, про которую вы рассказывали. И мы покажем вам плёночку. Кто кинул? Мен. Тебя вагонь кинул? Ну, было, короче, она стояла, грелась на рынке возле, это, возле железного ящика. Мен подошёл, я толкнул, и она руками, ну, чтобы не упасть в огонь, об этот ящик железный. Он накаленный, страшно, это было ещё, ну, когда я здесь отжил. Да вот ещё он не проходит. Это вот от того, да? Я подхожу к нему и говорю, ну, помоги мне, ну, я хочу бросить наркотик, я хочу верить с детьми своей семьёй. Да и не сломал меня, просто начал бить. И всё. А давно ты колешься? Сколько лет колешься? Давно. Ну, сколько? 16. 16 лет колешься? Ну, 16 лет. А здесь давно живёшь? Давно. А сколько тебе лет вообще? Один. 31, как тебе? Хочешь оставить наркотик? Да? Я молила Бога, чтобы он мне послал людей. Вот. И Бог мне посылает людей. Ребята, которые мне помогали в самую тяжёлую мне минуту, они были со мной все. Сергей, сегодня я уезжаю к маме на родину, в Омск. На месяц. Скоро приеду обратно. Это вообще чудо, что я вообще работаю. Не выращиваю мак, ещё что-то. А здесь вот с огурчиками, с баклажанчиками. Здесь любят. И любят тебя просто так, ни за что. И стараются помочь тебе. Это настолько чувствуется. Ну, когда тебе тяжело, любой тебе растянет руку и поможет, и объяснит, я не знаю. Это меня тронуло самые первые дни, когда я сюда попала. Что меня просто полюбили, такое низкое, грязное, я не знаю. Просто мне, ну, показали свою любовь. Мечтается, конечно, о великом. Может, поеду миссионером куда-нибудь. В какую-нибудь далёкую страну. Ещё что может быть? А может, будем новый центр открывать. И я поеду туда. Время нашей программы заканчивается. Мы сегодня пытаемся пристально и внимательно, насколько можем, говорить об очень серьёзной проблеме. Проблеме наркомании. На все вопросы мы, конечно, не ответим. На многие пытались ответить. Но если вы настроены серьёзно, если вы, так же, как Сергей Матевосян, который три с половиной года назад бросил полулегальный бизнес и сделал свою коммуну, вы думаете, что это может стать делом жизни, что вы можете помочь другим, помочь себе. Звоните нам, подтверждайте свою состоятельность. Мы будем вас изучать. И тех, кого выберем, отвезём в новую жизнь, покажем на практике, как это всё было сделано, как силой воли одного человека удалось сделать такое. Ещё хорошо бы съездить на бывшее крокодиловое болото в штате Аризона, где, по словам Сергея Матевосяна, наркоманы построили себе целый город. Наркоманы, которые лечатся. Всё только начинается. Спасибо вам. Над небом голубым Весь город золотой с прозрачными воротами Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...